Добрый день! Всем привет! Меня зовут Сэмюэл Трэп. Я ваш русскоговорящий американец и сегодня во Флориде у нас пробки. А если видно, думаю, что нет. Но я сейчас по дороге. Называется у нас dump. Это где мы, ну, выгрузим наш мусор, если слишком много. Там надо ждать, ну, один раз в неделю, иногда два раза в неделю. И там есть, ну, они собирают это у нас. Не знаю, сколько я плачу за это каждый месяц, ну, скажем, 30 долларов. Не знаю. Но тем временем, если еще большие, есть у меня, ну, домашний мусор, можно сказать. Но домашний мусор, это не только мусор, как, ну, например, остатки от, не знаю, от упаковки для еди, вот так. Это, ну, если делаешь ремонт какой-нибудь маленький, можно выбросить это. Это сейчас находится в грузовике. И я загрузил. А сейчас выгружу там на месте. И это место называется у нас dump. Это где мы поставим все наши, ну, мусорки. Есть много у меня старые вещи. Там микроволны старые там есть. И, не знаю, деревянные штуки какие-нибудь. Называется water softener у нас, чтобы вода стала, ну, помягче. Там минералы в воде иногда. И отдельно можно купить water softener, чтобы в доме не было так, ну, твердая вода там, который, ну, с минералами и так далее. Это очистит воду. И там старая система у меня. Обычно можно купить новую систему примерно на, ну, 400-450, не знаю. Это зависит от размера, конечно. А сколько воды хочешь, ну, чтобы была через систему. Но я это сделаю. Тоже есть ничего интересного сегодня. Сделаю прямой эфир сегодня в час по-русски. А завтра тоже в час по-русски. А тогда в четыре часа по-английски на канале Damradio. Это Damradio.com. Можно слушать хорошую музыку все время. И тогда тоже можно, как это, слушать, ну, настоящий голос Америки. Это станция Голос Америки. Это не голос Америки. Это голос демократов. Демократов, которые хотят, чтобы все было, как, ну, не знаю. Они просто хотят. Это наша пропаганда, которую мы распространяем везде. Но тогда запретим. Ну, никто еще не может говорить с нами. Надо иметь в виду, мы запретили там канал, канал RT, Россия сегодня. Это интересно мне, сколько людей в Америке, они знают о Голосе Америки. Это станция, которая распространяется везде по миру. И тоже я об этом не думал. Потому что там, в России, может, есть некоторые люди, но достаточно много, кажется, потому что много вопросов было о том, что они спрашивали, а что такое RT? Это Россия сегодня? Это, ну, не знаю, если это еще... Наверное, да, это есть настоящий сегодняшний канал, но запретили в многих местах, в Канаде, в Америке. Нельзя слушать такие, и они блокируют. Это очень интересно. Думаю, что они тоже блокируют меня сейчас. Но так как я... Очень интересно прямо на YouTube, потому что раньше было так много зрителей, а сейчас это очень смешно, потому что я... Я никто, кто я. Но раньше много слышал, и мой голос сейчас нет. Есть интересная новость. Уже есть, ну, довольно важные люди, которые хотят слушать мой голос с Казана, когда я получил туда на конференцию BRICS. И это мне... Ну, я очень заинтересован в BRICS. И что получается? Читал вчера, что... Что... Простите... Что будет... 169 из... Что... 196... Не помню... Стран в мире. 169 хочет использовать новую систему. А я еще не читал, как новая система там, ну, организовала. Я знаю, что они стараются это сделать. Но еще не точно увидел, как это... Ну, что есть такое место. Что... Ну, такая система, что они уже создавали. Я знаю, что Россия создавала... Систему в 2014 году. И что Китай организовала их систему в 2019, если я правильно помню. Но... Систему BRICS я не знаю. Но было бы... Я знаю, что... И... Должен сказать, что... Ежедневные американцы... Разве даже не знают... Об этом вопросе. А я стараюсь это... Разговаривать на моем канале. Есть довольно много людей, которые знают. Не хочу сказать, что... Американцы просто не знают. Но это... Они всегда показывают, как мы... Мы дураки. И мы ничего не знаем. И это разве не так? Но... Насчет BRICS... И... Только что начинается... Люди об этом поговорить. Потому что... Они просто не знают. И не понимают систему. Если не используют систему SWIFT. Мы здесь... Это единственная система у нас. Мы не знаем, что такое SWIFT. Потому что много людей не путешествуют. Или путешествуют только в Мексико. Где тоже используют наши системы. И сейчас Мексико тоже будет иметь там SWIFT. И... Я... Самое главное мне... Прости. Это... Узнать, если это возможно. Для страны. И, наверное, да. Но... Как... Каким образом, я не знаю. Но... Хочу узнать. Если страна может использовать две системы. Одновременно. Я думаю, что... Ну... Время санкций... Ну... Скоро не будет. Потому что... Санкции это всегда... Как Америка хочет. И наши дураки. Которые путешествуют по миру. Как Блинкен. И... Остин. И такие. Которые. И... И вице-президента Хэрриса. Они всегда думают, что это... Ну... Большая угроза. А может быть, раньше было. Но после того, как БРИКС получается. Или система оплаты. И... И... Между... Между... Народный валютный фунт. Если они не... Если... Страны не должны... Использовать. Если варианты есть. И американцы это не понимают. По-моему. Потому что, когда я говорю с... Ну... Довольно умными людьми. Они разве ничего об этом не знают. И они спрашивают меня всегда. Потому что... И я не эксперт. Я только... Ну... Новик. В этом сфере. Но хочу знать. И много читал. И довольно много разве... Читал. И знаю. И понимаю. Я работал адвокатом. Я могу читать. Как это. И я думаю, как на... На макро. Как я часто говорю. Я всегда думаю. Что будет в мире. Влиять на... На то и на что. И если эта система. Получается. Там есть некоторые вещи. Которые очень важны. Для этого. По-моему. Не опытному. Не экспертному мнению. Но я говорю. Что есть очень много интересных вещей. В течение следующих десяти лет. Может быть даже быстрее. И я думаю. Что хороший пункт. Это... Здесь в... В октябре. В Казани. А тогда наши выборы. В ноябре. В октябре. Потому что наш Трамп. Уже сказал. Что он хочет. Ну. Наказать. Стран. Которые. Дидолларизацией. Занимаются. Дидолларизацией. И это через БРИКС. Но думаю. Что это. Ну. Глупый подход к этому вопросу. Может быть. Если он. Ну. Обнимал. Этот процесс. Обнимал. И говорил. Что. Может быть. Потому что. Надо. Наконец. Америка должна обращать внимание. На то. Что. Остальная. Остальная часть мира. Очень много стран. Они. Не хотят. Чтобы. Америка. Всегда. Действовала. Как они. Действуют. Ну. Прости за солнце. Но. Солнечный день. Во Флориде. Хочу. Я надеюсь. Что все там видно. Это довольно красиво. Даже. С пробками. Да. Но. Если. Если. Трамп. Понимает. Я думаю. Что. Если. Нет. Они украли. Выборы. И разве. Очень много людей. Которые думают. Что. Демократии. Демократии. Украли. В прошлом. раз. Я думаю. Что они. Ну. Я думаю. Что это. Полностью. Возможно. Что они. Украли. Но. Доказательства. Недостаточно. Наказать. Кого-то. По-моему. Но. В этот раз. Доказательства. Будет. Я. Я. Гуляю. Еще раз. И я. Через. Шесть. Десять. Минут. Не помню. Буду. Там. В. Домпе. Я поговорю. В это время. Но. Я. Я читал. Как. В. Джорджи. В нашей. Грузии. В нашей. Здесь. Рядом. С. Флориде. Там. Штат. Называется. Джорджи. В прошлом году. Ну. Для прошлого. Вибора. Там был. Самый. Низкий. Уровень. Между. Ну. Как это. Разница. Между. Демократией. Это пункт. И. Пункт. 24. Меньше. Одного. Процента. Между. Демократией. И. Республиканцей. В прошлый раз. И. Я. Думаю. Что там были. Ну. Какие-нибудь. Странные вещи. Которые получились. Из-за. Из-за. Ну. Из-за. Многого. Потому что. И. Ну. Игрей. Какие-нибудь. Которые использовали. Эти. Демократии. Все. Такие. Люди. И. Украли. Часть этого. И. Сейчас. В. Атланта. В. Ну. Это крупный город. В. Джорджии. Они. Решили. Штатные. Городские. Главы. Они. Решили. Что. Будет. Ручной. Читать. Каждую. Анкету. И. Перечислить. Эти. Выборы. И. Там. Огромные. Есть. Люди. Которые. Ну. Особенно. На стороне. Демократии. Как. Республиканец. Я думаю. Что. Возможно. Совсем. Видеть. Все. Эти. Анкеты. Лично. Как. Раньше. Было. Так. Это было. Ну. Святое дело. А. Сейчас. Они. Меняли. Все. Во. Время. Ковида. И. Сказали. Что. Это. Все. Машины. Это. Машины. Это. Это. Машины. Машины. Я. Не. Верю. В. 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 Те. Которые. Числят. Тоже. Но. Возможность. Есть. Перечислить. Как-то. Проверить. И. Они. Сказали. Что. Будут. Проверять. Ручной. В. 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 Грузии. Джорджия. И. Я. Думаю. что-то очень интересно будет но там есть возможность кажется что я почти без пункта еще раз просто гулял когда я говорил еще раз но надеюсь что вам это нравится и не мешает слишком много потому что я думаю что это как но это просто как я думаю я я думаю как но гуляю как это развлечение для меня иногда просто высказаться и я я думаю что там выиграет и думаю что сейчас они заставляют нас думать что такие как ну ручная проверка выборов что это странное это не странно это всегда было так и всегда было так и и тоже они делали это в тот же день и это был их обязанность а сейчас требуется 10-15 дней и мы мы думаем что а как можем думать иначе что они украдут у нас потому что все которые руководят этой стране эти места обычно они демократы и всегда были потому что это государственная служба и они не хотят работать никак и они все вместе работают видел как вчера как это система налогов аэрс ну internal revenue тот который занимается налогами и в два раза больше людей там работает сейчас чем сначала байдена сейчас ну скажем что 100 тысяч было сейчас 200 тысяч рабочих там и они точно как высказали вчера что они поддерживают хэриса хо 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 да конечно поддерживает ее потому что трамп говорит вчера что для пенсионеров нету налогов это очень хорошо на social security на на пенсию которые получают от государства каждое лицо я получаю как ветеран получаю немножко денег и это без налогов для ветеранов но конечно это должно быть я думаю что то то же самое должно быть для те которые платили уже налоги на эти деньги много лет платили и получаем я получаю тоже через несколько лет не знаю три года могу получить и тогда должен платить налоги на то что я уже платил налоги это как это всегда было я об этом не думал когда я был молодым а сейчас я это просто интересно а как можно платить ну скажем 10 процентов этого обратно в государство как зарплата это не зарплата это деньги это мои деньги я платила их туда уже это без налогов надо как как любой другой фунт который ну для для пенсии собственной есть у нас ну исключение от налогов если это ваша пенсия нет не на не на social security трамп сказал ну два дня назад что он тоже хочет чтобы это не было и это разве это остро умный а эти демократии всегда говорят что мы ну сделаем налоги нас нас говорят что не будут на на самые низкие те те которые получают ну мало как пенсионеры но налоги они не об этом не говорят интересно но просто болтал сегодня еще еще несколько минут давай думаем если что-нибудь еще обсудить и смотрел как это как обсудили и скоро будет но я не знаю сколько когда он будет в среду не знаю если зеленский приезжает сюда очень интересные события здесь я всегда сказал что америке уничтожает ну зеленского я ошибся я сказал что до сентября но это уже сентября но я точно сказал что до выборов они уничтожают его и может быть не получится но думаю что это уже начинается этот заложный уже здесь был не здесь уже сопровождал блинкена и этого и этого гостепа с англии или не знаю если он он главы департаменте или гостепа не знаю но он сопровождал их он лично они зеленский они один из их из его подчинений не не сделал именно заложный и они говорят о том что заложный будет следующим президентом но там есть этот еще другой я забыл как его зовут но там место он тоже есть свой канал и всегда сопроводляет зеленского и но это не имеет значения скоро будет кто-то новое в сфере и и я всегда хотел знать а почему если это как это если военные руководят страну а почему не какой-нибудь генерал а не зеленский потому что он не президент но и он они заставляют его скоро или мягко говоря бросить пост президента или заставляют ему как это заставляют его иметь выборы чтобы люди могут голосовать и он точно не будет президентом после этого по моему ну конечно не опытному мнению но ну так я считаю я считаю что скоро закончится срок президента зеленского и но и и что-то большое получается довольно сразу потому что и это очень не трудно мне сказать но как политолог я могу сказать что демократы они знают что они проиграют с Херрисом сейчас они знают и они должны делать что-то очень большое чтобы люди не обратили внимание на то что они ужасные люди как например когда они уничтожили Байдена в одну неделю они уничтожили его и они тоже скоро это будут но они за хотят поддерживают Херрисом и как они будут это делать уничтожат Зеленского и поставить там или делать что-нибудь со Финляндией или начинают потому что слишком много то они начинают войну против Россию по-моему это полностью возможно даже сейчас и я думаю что они они точно могут начинать этот разве сейчас они разве могут это делать и наверное это один вариант они могут это сделать и и тоже что-нибудь еще как убийство Трампа может быть Байден умирает и Херрис становится президентом что чтобы они могут сказать что ну он умирает как-то и убивают я думаю что это полностью возможно раньше было бы по-другому если я верил в систему но сейчас не верю никак и я думаю но что бы они могут делать если ограничения нету и это значит они могут делать как угодно как хотят они могут это делать и будут по-моему они будут что-нибудь ну творить чтобы все стало ну по-другому и они должны они знают что они должны делать что-нибудь довольно большое сейчас большой ну переворот как-то чтобы менять процесс недостаточно избавиться от Байдена было недостаточно они избавились от него никак но он сейчас не президент разве он просто может гулять и разговаривать а давления на него нету сейчас и ничего не получается уже три месяца еще три месяца остается но выборы в ноябре они уже начинали можно в письменном фоне отправить там голосование и эти демократы уже украдут все эти и ходят везде по для пожилых для умирающих которые уже умер они делают эти анкеты для них уже эти демократии я разве это верю я в этом верю я думаю что проверки нет только что узнал что в Аризона там есть сто тысяч людей которые не имеют гражданство США и получают ну анкету выбрать потому что они могут получить водительское право и это делается одновременно можно и выбрать нет и получают регистрировать на голосование или в то же время когда получаешь лицензию и это бывает в многих штатах и заметили что там в Аризоне там сто тысяч или больше людей которые получили правило голосовать и они не имеют гражданство и это везде бывает потому что здесь новые 12 миллионов новых с тех пор пока Байден поступил в офис интересно нет это ужас для меня по моему я думаю что это ужас ну вот я скоро вот это уже очень близко но видел несколько грузовиков которые там делают но тоже компания это делает как этот грузовик передо мной он тоже будет в дом делать свой мусор но он собирает из больших местах я должен платить не помню 15 долларов что-то в этом роде чтобы избавиться от мусора одновременно одновременно один раз ну просто да он туда тоже с мусором а у меня маленький грузовик а у них большие и значит я просто есть две линии обычно о там не очень много людей но я покажу как это называется называется solid waste facility у нас и здесь county solid waste все видно там да и мы туда и ну все правила там написано и мы туда и там грузовики есть это довольно красивый вход для дампа там большое здание они тоже есть административные дела это большое дело у нас и это очень большое место и я жду здесь в Лени некоторое время не знаю сколько но когда я на там вес делают они делают сколько это надо платить за вес значит эти грузовики там есть тонн такие грузы и они платят за это за все это эти компании чтобы избавиться от этого и я только плачу за потому что у меня маленький грузовик и у меня есть только но они еще хотят весить сколько это будет но говорят это просто домашний мусор и я говорю да и они требуют от меня 15 долларов я не знаю сколько они платят но наверное это довольно много сколько здесь людей не знаем но я сюда и другая линия открыли и и вот у нас как это бывает и вот сейчас когда они уходят они должны платить когда они выходят а я плачу когда я потому что у меня просто я не помню я не знаю если направо нет налево видели это синее там это для домашнего мусора я просто туда но они все там есть это огромное место и они туда с грузовиками большими они туда поедут избавиться от этого там есть это организованное очень интересно есть там металл и они особо должны как это в этом в этих больших грузовиках должен быть только один тип мусора ну например металлический или например домашний или вот в этом а там минимум чардж 15 долларов видно там и я плачу значит это все на сегодня потому что я следующий и тоже моя программа это в час сегодня про мой эфир спасибо большое за внимание спасибо за внимание